Три часа в оглушительно гудящей вертушке кажутся вечностью. Читать тяжело, постоянно потряхивает, да и освещение хотелось бы получше. Спать тоже не всегда удается, а под вертолетом, сидеющий от первого снега, тунда. К глазу не за что зацепиться. Еще задолго до Баваненкова попадаются буровые вышки, многочисленные строительные объекты и уже невозможно оторваться от иллюминатора. Месторождение Баваненкова под нами, и мы вам гарантируем, что будет очень интересно. Когда пролетаешь над Баваненковским месторождением, невольно испытываешь восторг от того, что являешься свидетелем великих преобразований, не менее значимых, чем освоение Медвежьего, Уренгоя и Ямбурга. Ямал вновь в фарватере подъема промышленности страны. На многие километры раскинулась одна из самых масштабных и сложнейших строек современности. Мы в гуще событий, главным из которых сегодня является запуск крупнейшего газового гиганта Ямала, первенца на полуострове. В его недрах почти 5 триллионов кубометров газа. Заветная посадочная полоса. Обращают на себя внимание новые постройки боксов, база ГСМ и еще множество разновеликих объектов. Первые воздушные лайнеры, на которых испробовали только возведенную посадочную полосу. Здесь же на рулежке постоянно меняются трудяги МИ-8, привозя и забирая вахты, почту и другие срочные грузы. Десятки предприятий участвуют в строительстве, пусконаладочных работах, эксплуатации того, что уже построили и установили. Например, это совсем новое здание аэровокзал. Целую неделю на Баваненково то моросил дождь, то туман, то вообще пургань и летная погода. И вот засветило солнце. Надеемся, что все будет прекрасно и все мероприятия пройдут замечательно и в срок. Генеральный директор общества «Газпромдобыча на дым» Сергей Меньшиков, как и положено виновнику торжества, встречает больших гостей. Благо, сегодня они уже могут прилететь на самолетах. Этот, к примеру, привез губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Одним из первых сегодня прибыл на месторождение глава Ямальского района, не скрывавший радости от открывающихся благодаря запуску месторождения перспектив развития муниципального образования. Уже сегодня на наших глазах вершится история месторождения, которые, в принципе, подходили и начинали обустраивать в течение 20 лет. Одно из самых крупнейших в России, тогда еще в Советском Союзе, сегодня дает старт большому газу. Я считаю, для Ямальского района это и дополнительные налоги, это рабочие места, это, как сказать, шаг к хорошей новой жизни, к лучшей. Прилетели ветераны освоений, самый почитаемый из которых человек, открывший Баваненковский купол. Он и сегодня в мельчайших деталях помнит то, что происходило ровно 41 год назад, осенью 71-го. Выбрали место на берегу реки Сеяга-Мудный и присвоили номер 51. Смонтировали и начали бурить в сентябре. В сентябре начали бурить, пробурили до глубины 1101 метр. Один метр, так, и начало газопроявление, вот это сентябре. А утяжелять этот расторс, придавить, в смысле, погасить вот это газопроявление, нечем было. И мы стояли, закрыли это сусе, загерметизировали, стояли. Пока ожидали утяжелитель, дистоприл, утяжелитель, этот бровой инструмент прилип. Прилип к стенке, его уже освободить нельзя было. Испытали эту скварину, ну, в принципе, открыли это балонентовское месторождение. Открытие произошло в октябре 1971 года. Красивый лучак заходящего солнца вахтовый комплекс. Это целый небольшой город с полностью созданной инфраструктурой. После столь важной, сложной и трудоемкой работы, человеку должен быть предоставлен не менее достойный отдых. Уже заходя в жилой модуль, ощущаешь себя в неплохом отеле. В обществе «Газпромдобыча на дым» считают важным сохранить человеку труда профессиональное долголетие. С утра экскурсию для журналистов по объектам законченного и уже сданного в эксплуатацию первого модуля проводит заместитель начальника самого большого в мире второго газоконденсатного промысла. На сегодняшний день мы добываем где-то около 50 миллионов кубикс метров газа в сутки. Когда вторую модуль заработать, сколько будет? Ну, мы еще не полностью, не все скважины подключили. Сейчас работает у нас 60 скважин. А будет? Да, а будет где-то 164. Масштабы, конечно, впечатляют. Везде трубы, цеха. Огромный завод по осушке, очистке, в общем, переработке газа. Конечно, здесь чувствуешь себя маленьким человеком, но понимаешь, что здесь каждый маленький человек делает большое дело. Вообще-то, по словам Камиля Махмутова, на промысле уже добыто и отправлено в магистраль около 2 миллиардов кубометров голубого топлива. Все агрегаты проверены, параметры выверены и можно с полной ответственностью делать торжественный символический запуск. Вот оно, знаковое для каждого журналиста место. Вот по этим коллекторам газ приходит из кустов скважин. И заходит вот сюда, где его просчитывают. Дальше он идет на очистку, осушку. И вот сюда вот, по этим трубам, он уже выходит очищенный, осушенный и идет на Европу. Здесь же, возле цеха входных ниток, встречаем другую экскурсию руководителей подразделений Большого Газпрома из Нового Уренгоя, Ямбурга, Пангет. Им, профессионалам, по-своему, интересно пройтись по только родившемуся первенцу, поделиться опытом с коллегами. Нам же, обывателям, здесь интересен каждый этап газового производства. Так, в здании входных ниток нам удалось заглянуть в каждый уголок. Начинаем осознавать, сколько труда было вложено, чтобы все это построить, с ювелирной точностью смонтировать и наладить. Ведь газ ошибок не прощает. Вот здесь, по этим ниточкам, то есть коллекторам, газ идет уже на очистку и осушку. Он шумит, труба, коллектор, иначе говоря, подрагивает. И вот мы видим, что давление здесь есть. В огромных сепараторах метан охлаждается и перекачивается далее. Ну вот мы входим в святая святых. Здесь газ очищается, здесь он осушивается, и дальше выходит на выходной коллектор. Рассчитывали встретить Садовласова ветерана. Оказалось, что запускать будет начальник второго промысла. Молодой надымчанин 31 года от роду и семьи врачей с отличием окончил горный университет. Говорит, что работа очень интересная, хотя и сложностей на первом этапе освоения хватает. Сам за себя говорить не буду. Процитирую слова ребят, которые приходят к нам с Медвежки, с Юбилейки, с других промыслов. После, ну, где-то там семи, может, десяти дней пребывания все говорят одну вещь. Мы, оказывается, все это время загорали в Сочи. То есть объем работы, вообще масштаб промысла просто поражает всех, кто бы откуда ни приходил. И задачи, которые здесь стоят, и темп, который здесь взят, они очень серьезные, они очень высокие. Поэтому ребята рады, что пришли на такой вот мощный промысел, самый мощный в мире, можно сказать. Будучи уверенным в своих работниках, генеральный директор общества «Газпромдобыча над дым» Сергей Меньшиков, как всегда, был краток и точен. То, что Баванинковское месторождение пустили, конечно же, мы сделали хорошее подспорье для «Газпрома», для Российской Федерации, для стабильности газоснабжения российских потребителей в пиковые режимы и уже зафрактовать, а может быть и стабилизировать транспорт газа для поставщиков или покупателей Западной Европы. Это же очень важно, чтобы имидж у «Газпрома» в принципе был. А с вводом этого с месторождения, еще раз говорю, мы подтверждаем, что мы готовы обеспечить те плановые поставки, которые ставятся перед нами. В этом же административном здании в соседнем кабинете состоялось событие, результаты которого отразятся на жизни каждого ямальца. Губернатор округа Дмитрий Кобылкин и председатель правления общества «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве между Ямалоненецким автономным округом и «Газпромом». С началом добычи газа на Ямале роль региона в энергообеспечении страны возрастает. Соответственно, растет и объем инвестиций «Газпрома» в реализацию региональных проектов. В первую очередь я хотел бы отметить то, что масштаб нашего сотрудничества возрастает. И сегодня, на самом деле, у нас соглашение подписывается просто в знаковый день, когда «Газпром» вышел на Ямал, начинается добыча ямальского газа, и без сомнения, конечно же, это дополнительные поступления в бюджет ЕНАО. И мы с Дмитрием Николаевичем затрагивали этот вопрос, что в самое ближайшее время налоговые поступления, они в бюджет округа возрастут и возрастут значительно. Если по этому году мы в бюджет заплатили 53 миллиарда рублей, а по прошлому году мы заплатили 45, то буквально через 5 лет сумма платежей, только прямых платежей «Газпрома» составит где-то 70 миллиардов, и с учетом тех компенсационных выплат, которые мы делаем, это будет больше 80, где-то 85, наверное, миллиардов. Ямал без «Газпрома», конечно, не смог бы так динамично развиваться, как развивается сегодня. На самом деле, вот, если вы вискромный человек, он за этими цифрами огромная судьба людей. Людей тех, которые первопроходцами пришли на эту землю. В самую первую встречу я Алексею Борисовичу рассказал о том, что около 17 тысяч людей стоит в очередь на переселение, места более комфортные для проживания, заслужившие это, те, которые открывали эти уникальные месторождения, оставляли здесь свою жизнь. Многие тут умирали на этой земле, их дети остались здесь. То есть мы перед ними, ну, в долгу. То есть мы должны эту работу сделать. Да, понятно, что она стоит денег, но ее нужно сделать. Поэтому вот лично Алексей Борисовичу Ямал говорит огромное спасибо. И, конечно, без «Газпрома» такое развитие невозможно было. А в это время на сцене перед площадкой второго промысла для многочисленных гостей проходил концерт исполнителей народных и эстрадных песен, танцевальных коллективов. Нам удалось поговорить с создавой геолога, руководителя геологического треста, в честь которого назван «Ямальский газовый гигант». Каким должен быть человек, чтобы о нем осталась такая память? «Очень телеустремленный, очень собранный, всегда и во всем, трудолюбивый. Во всяком случае, вот все, чем мужчина должен обладать, настоящий мужчина, он этим обладал. Ну, может быть, Кобылкин мне чем-то напомнил, Владимир, очень напомнил. Да, чем? Я не знаю, я сегодня утром была у него на интервью, он мне очень напомнил. Манеры поведения, спокойно, без всяких эмоций. Вот как будто ты разговариваешь с человеком, которого ты знал, ну, лет 10 уже. Хотя я его увидела первый раз. Вот Вадим умел так же разговаривать тоже, со всеми. Затем наступила самая торжественная минута, ради которой все собрались в этот морозный октябрьский день. На связи президент Российской Федерации Владимир Путин. Хотел бы поблагодарить инженеров, рабочих, тех, кто работал на это месторождение, за то, что они выполнили эту сложную и ответственную задачу, сообразуясь самыми высокими экологическими стандартами. В таких регионах, как Ямал, вообще Север, это крайне важно. Хочу вас поздравить еще раз с большим успехом и пожелать всего самого доброго. Поздравляю вас с началом работы. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать команду к пуску месторождения. Пожалуйста, начинайте. Пускаю газ на первичную сепарацию. Газ поступает в цех осушки. Дожимается до рабочего давления магистрального газопровода. Газ на узле замера. Подаю газ на контрольный факер. ПАР ПАР ЗИГЛИП ПАР Продолжение следует...